книга открытым оком вопрос 2669 том 12 тема старообрядцы долгое время прослужив в казани как вы оцениваете этно конфессиальную обстановку в этом волжском и городе каковы взаимоотношения старообрядцев и мусульманского населения отвечает старообрядческий митрополит андреан несколько лет назад в татарии в частности в казани случались ярко выраженные всплески национализма предпринимались попытки добиться независимости от россии но сегодня отношения между федеральными республиканскими властями достаточно отрегулированы и в день провозглашения суверенитета татарий который в прошлом отмечался несколько раз ныне празднуют день города казани к старообрядцам отношения со стороны простых мусульман всегда было без враждебности в нем даже порой проскальзывает определенная симпатия тут вероятно сказывается наша преданность традициям в плане внешнего облика человека одежда скромная подколотые платки у женщин у мужчин борода комментарии игнатия тихоновича лапкина ничего не могут мусульмане доказать о правильности своей веры и все решают чисто дьявольским способом убийства евангелие то она 844 ваш отец дьявол и вы хотите исполнять похоти отца вашего он был человекоубийца от начала и низ и не устоял в истине ибо нет в нем истины когда говорит он ложь говорит свое ибо он лжец и отец лжи 1 иоанна 3 10 дети божии и дети дьявола узнаются так всякие не делающие правды не есть от бога равно и не любящие брата своего 1 иоанна 4 3 всякий дух который не исповедует иисуса христа пришедшего во плоти не есть от бога но это дух антихриста о котором вы уже слышали что он придет и теперь есть уже в мире умер папа римский их понтифик властный жрец монах всегда обритый и никто не скажет что было тихим а теперь на обозрение в крипте с шумом отошел при словословиях всем правителям масоном угодивший где душа его и кто ее там ловит тянет до себя будда и кришна он молился вопреки канонов с мусульманами с сектантами с жидами от умершего нет пользы много вони а иного разве люди ждали столько пустословия и лжи что он с богом и нигде иначе труп что куколка и тихо так лежит а душа в аду быть может плачет кто приватизировал заочно царство где хозяин иисус канонизируют мозги толпе морочат и не раскрывают смерти суть не по нашим спискам там впускают утверждая игрище священство может демоны скрежещу до зубы скалят если все по библии рассмотрим честно папа значит истинный отец но кого каких он породил не с печатью ли шестьсот шестьдесят шесть душу как шестерку искривил он глава полков и иезуитов сам себя считал непогрешимым не на библии он с детских лет воспитан и евангелие ему быть может ширма нам отец господь наш иегова и ключи от ада у него смертным надо б на прожить предельно скромно из канонизации не выпасть бы в огонь 7 апреля 2005 год игнатий лапкин